Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают! Термоядерный привет из Советского Союза плодово-ягодное безумие. Легендарный напиток, который отличается непредсказуемым вкусом и эффектом. Как характеризует эстеты, вино с тонким ароматом обжаренного кофе в сочетании с медовым тоном и пикантным мягким привкусом корочки свежего ржаного хлеба. Прекрасно подходит к несладким десертам, фруктам и сдобному печенью. Удивительно, но все эти комплименты отведены напитку, знакомому многим не понаслышке. Портвейн три семерки, он же три топора, он же любимец студенчества и пролетариата. Стоит отметить, что современный отечественный рецепт производства портвейна не имеет ничего общего с оригинальным. Настоящий портвейн – это не просто вино, в которое щедрой рукой производитель плеснул немножко спирта. Нет, настоящие портвейны близки по сложности технологии изготовления к марочным винам и коньяку. Отборный виноград особого сорта, выдержка в дубовых бочках, легкий коньячный привкус, плюс едва уловимые фруктовые тона. Что касается любимого советскими заводчанами и молодыми бунтарями суррогата, то о качестве говорить тут не приходится. Начиналось все прекрасно, ведь основа массового виноделия и изготовления портвейнов, в частности, было заложено еще в неторопливые основательные времена царского режима. В то время производители сконцентрировались в Крыму, в местечке с чудесным названием Магарач. Именно здесь, в 1828 году, был организован Институт винограда и вина, давший начало производству русских крепленых. Правда, в те времена отечественные виноделы чурали с термина портвейн, предпочитая ему название крепкое вино. Первый русский портвейн был выпущен уже в 1879 году, однако после революции стало не до изысков. Народ требовал доступного и действенного праздника. Так и появились на Руси ординарные портвейны, которые пользовались популярностью через весь советский период и остаточно в наши дни. Производят ординарные, в том числе и знаменитые три топора. Очень просто, берется даже не вино, а виноградный сок. В него добавляют спирт, в лучшем случае к этому приплюсовывают дубовую стружку. И подогревая, перемешивают, пытаясь придать напитку коньячные нотки. Но зачастую не доходит и до этого. И проспиртованный сок разливают прямо в бутылки. Так что надеяться на то, что заветная бутылочка, которую припрятала в комоде ваша бабушка, со временем настоится до уровня французского марочного вина, не стоит. Историю для вас рассказывала Мария Кротова. До новых брендов! Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают.